всем привет друзья с вами канал classic bike и сегодня у нас финал проекта грэвел на мтб раме если вдруг кто-то попал на канал впервые не понимает что здесь происходит что за проект что за грэвел то проходим в описании по данным роликом там будет две ссылочки на первых два видосика по данному проекту и чтобы у вас не возникало каких-то вопросов проходим смотрим а затем возвращаемся на этот ролик но если вы вдруг поленились и никуда не хотите переходить или может вы смотрели тех две части но уже подзабыли что там да и как я вам сейчас немножко напомню взял самую простую недорогую алюминиевую мтб раму от велосипеда ltd rocky 30 которая была на 26 колесах на тормозах под вибрейке и решила не собрать недорогой грэвел поставьте гидную вилку дисковые тормоза короче все как надо сейчас покажу что у меня получилось мтб раму от велосипеда цвет не я выбирала его будущий владелец если честно я сначала сомневался с выбором цвета но сейчас я вижу что он круто смотрится необычно очень круто гармонирует с остальными черными детальками мне лично нравится напишите в комментариях как вам цвет особенно мне нравится его фишка в лаке вот этому переливается разными блестками прикольно слоновая кость но есть лак который переливается и на солнце камера это сто процентов не передает живую выглядит круто ну и давайте наверное сейчас байк чек на чем я его собрал и начнем с рамы рама от ltd rocky 30 что с ней я сделал во первых покрасил в порошок цвет слоновая кость с медными блестками убрал крепление под вибрейки сделал крепление под дисковый тормоз у нас на канале есть отдельный ролик как я это делал если вам интересно то ссылочка будет в описании и да если там кто-то в комментариях напишет надо было ролик назвать ссылка в описании то иди ты на улицу подыши свежим воздухом на перо на кленозащита чтобы не обивалась цепью добавил бонки сверху одну бонку что бляга держатель можно было опустить вниз также внизу трубы добавил две бонки для установки дополнительного фляга держателя я думаю что два фляга держателя будет достаточно если вдруг его владельцу понадобится еще дополнительной бонки то мы установим да на канале есть ролик как это делать ссылки сами знаете где вилка масса под 29 дюймов алюминий шток под дюйм 1 восьмых покрашена в цвет рамы внутри вилки был добавлен вот такой принт который немножко рассказывает об увлечениях его владельца я думаю что те кто меня смотрит уже давно поняли что здесь многие запчасти стоят с настину велосипеда потому что данный гревел собирался для насти ее старый вилк был раздербанен рама вилка и вилсет были проданы куплен новый вилсет по 27 5 и дисковые тормоза рулевая нека аж 773 на промах под дюйм 1 восьмых вынос куб performance угол 6 градусов длина 90 миллиметров руль от зум гревел верхней части ширина 400 миллиметров по дропом 500 обмотка от zip на экране будет написано как называется потому что если честно не помню сидушка вело вл 1а 64 такая кстати сидушка стояла у меня на шульце из-за этого я и выбрал ее сюда потому что она недорогая и я считаю очень удобная за свои деньги хочу сказать большое спасибо одному из моих подписчиков серёге который помог мне ее достать потому что она проделала очень большой путь больше 1000 километров ко мне так что серёга большое спасибо под сидел зум спц 255 переходим к вилсету я правда о нем ничего рассказать не могу потому что на нем нет никаких опознавательных надписей и я его покупал с рук но он был полностью новый снят с нового байка просто кто-то решил поставить себе получше что-то и вот этот продавал втулки похожи на кванда на насыпи под тормозной диск 6 болтов на эксцентрике спицы если честно я не определил что за ним обода алюминиевые двойные пистонированные ближайшее время буду менять втулки как переднюю так и заднюю даже наверное в первую очередь заднюю потому что она под трещотку ну и сами знаете это как бы не айс тем более втулка не очень хорошего качества она шумит но там уже подшипником по ходу хана сразу с завода ну и хочется побольше передаточное число потому что сейчас здесь стоит если я не ошибаюсь 13 32 трещотка ноунейм я ее усилил дополнительным подшипником в каком-то из роликов показывал как именно делал покрышки швальба huracan 27 5 ширина 2.0 задний переключатель от shimano altus rd m310 неплохой переключатель за свои деньги дуалы сенсей если честно не помню как правильно рефлекс я делал как-то на них обзор 8 на 2 то есть один дуал не используется шатуны от провил 170 миллиметров под каретку исис драйв звезда на 38 зубов педальки випи что за модель если честно не помню очень хорошие педали полностью алюминиевые хромолевая ось к цепь к м си за 83 тормоза от shimano brr 315 нормальные тормоза если учесть что их покупал на барахолке из-за недорого для механики нормально тормозные диски и спереди и сзади отектра 160 миллиметров кстати забыл совсем рассказать где стоят huracan и и когда я на них ездил я наверное за сезон раза два пробивался и я решил поставить антипрокольную ленту весит 12 килограмм что по цене цена перевалила где-то за тысячу белорусских рублей что в целом мне кажется получился неплохой гревел за свои деньги а самое главное такого точно ни у кого не будет что по самой сборочки что по цвету я думаю для насти его будет хватать вполне единственное что как я говорил нужно будет поменять заднюю втулку соответственно поставить до кассета побольше и у него увеличится проходимость хотя думаю настя в такие говно залазить точно не будет даже в которой я сегодня ездил он там все вытаскивает ну и самое главное он стал намного комфортнее предыдущего велосипеда который был у насти здесь больше покрышки посадка чуть-чуть другая которая намного удобнее блин сегодня друзья у нас опять погодка просто пушечка так что вот такой получился финал проекта надеюсь он вам понравился обязательно проходим в комментарии и пишем свое мнение на этом все с вами был андрей канал classic bike увидимся в будущем как вот ну и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok